Добро пожаловать на канал HardRestInfo. Перед нами OnePlus Nord 2T. Сейчас я покажу как на этом устройстве, точнее как в это устройство вставить сим-карту, ну и при возможности конечно карту памяти. Посмотрим, есть ли такая возможность вообще. Итак, вначале вытаскиваем телефон из чехла и смотрим, что у нас на нижнем торце. Есть такой небольшой слот, но здесь есть такая вот опасная вещь. О, какой приятненький телефон, еще капец какой-то. Есть такая необычная вещь, неприятная. У нас внизу есть слот, возле него, то есть в самом слоте есть такое отверстие специальное для того, чтобы вытаскивать слот, а возле слота есть микрофон. Многие могут тыкать не туда, если будут тыкнуть туда, повредят свой микрофон, потом никто вас не будет слышать, когда будете разговаривать. Поэтому смотрите, нужно тыкать скрепочкой, канцелярской, либо предназначенной специально для этого. Неважно, любым объектом, любым предметом, который по диаметру и по длине подходит. Нужно не в это отверстие, а в дальнее отверстие от разъема питания. То есть, вот маленькое дальнее отверстие. Вставляем, прижимаем. Я его гуляю. Мы вытащили слот и сюда карту памяти нельзя установить. Сюда можно установить только две сим-карты. Одну сим-карту с одной стороны, другую сим-карту с другой. У меня только одна сим-карта, поэтому только одну сим-карту буду устанавливать. Просто берем и ставим обратно, только правильной стороной. Вы неправильной стороной поставить просто не сможете, оно не войдет. Поэтому по этому поводу не переживайте, это не Xiaomi, в котором неправильно вставил и потом обратно вытащить не смог. Итак, ну что ж, вот и все. Собственно, OnePlus Nord 2 T, T2 работает, сим-карту видит. Поэтому на этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я пока что хочу разобраться, что это вообще за материал корпуса такой интересный. Нереально скользкий, но приятный. Субтитры сделал DimaTorzok